Никакой больше картошки, фри, бургеров и бигмаков. Возможно, сейчас люди забирают свои последние заказы. Известная сеть быстрого питания с большой заглавной буквы М закрывает 850 магазинов по всей России. Как на это отреагировали ульяновцы? Будут ли скучать по любимым бургерам или отдадут предпочтение отечественным беляшам и сосискам в тесте? Смотрите далее. Как вам эта новость вообще? Очень плохо. Это очень плохо. А какое любимое вообще у вас блюдо? Не знаю. Мне все нравится. Все вкусно. Нормально. Будут осетинские пироги. Ничего страшного нет. Ничего не приждет. А что обычно заказывали? Да мы редко ходим. Мы обычно пироги заказываем. А лучше сами пищем. Да мне в принципе все равно. Особо не ходил туда, поэтому ни горячо не холодно. Я курьером работаю. Для меня плохо. Это мой единственной заработок. Пироги работать. А если его закроют и КФС закроют, то мы останемся без зарплаты. Отлично. Здоровей будем. Вообще без разницы, честно. Почему так? Ну потому что я не люблю фастфуд. Я слежу за собой. За правильным питанием стараюсь, по крайней мере. Как вам эта новость вообще? Ужасно. Почему? А что мы будем кушать? А что обычно любите кушать? Макомба. Часто вообще там кушаете? Нет. А дети? Дети часто, а я нет. Как думаете, для них это будет трагедией? Нет, не будет трагедии. Домашняя еда все же вкусная? Конечно. Как вы на это смотрите? Положительно. Вредная пища совершенно нам не свойственная. Поэтому сугубо положительно. Надеюсь, что, скажем так, наши российские бизнесы, а еще лучше государство, отреагируют на это заменой каким-то нормальным общепитом с супами, с кашами, с традиционной русской нормальной пищей. Мы сильно не расстроимся, пусть наши кафе будут работать. Отлично. Замечательно. Будем здоровее. Будем нормальную еду кушать. Как вот вы смотрите на это? Ну, никак. Все равно? Все равно. А вообще обычно... Только можно дома попить. А что обычно заказывали, что любите? Кофе. Если честно, не могу сказать точно, но всегда же есть российские альтернативы. Можно и в другом месте сходить пообедать. Но в любом случае, мне кажется, это никак кардинально не скажется в моем питании.